Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. В Можилисе обсудили проект комфортной школы. Их будут строить за счет республиканского бюджета и нацфонда. Цена вопроса 5,5 миллиарда долларов. Оператор проекта Самрук Казана. Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов. Первое – строительство школ в рамках государственно-частного партнерства. Второе – выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ. Третье – целевое строительство школ через единого оператора. Всего по этому проекту в Казахстане планируют за три года построить 401 школ, в которых будет обучаться свыше 842 тысяч учеников. Координатор нацпроекта – компания Самрук Казана Констракшн. Проект стартует уже в этом году. Благодаря ему удастся полностью отменить третьи смены и преодолеть дефицит ученических мест. Уже сейчас он составляет порядка 225 тысяч. Школы нового типа будут построены до конца 2025 года. Не только в городах, но и в самых удаленных населенных пунктах во всех регионах страны. При строительстве будут применяться материалы казахстанского производства. Но депутаты в этом сомневаются. Самрук Казана Конструкшн. Закупки будут отчисляться на равных условиях без преимущества для местных казахстанских производителей. Данная статья вызвала общественный резонанс среди представителей бизнес-общества. Наши отечественные производители обеспокоены, что останутся без заказов и не смогут участвовать в представительстве школ. Хотя качество выпускаемой продукции соответствует необходимым стандартам, и они готовы нести ответственность за поставленный товар. Операторы проекта обещали, что в первую очередь будут учитывать принципы казансодержания. В новых школах Казахстана будут тренажерные залы и каворкинги. В каждой школе должны быть кабинеты робототехники, несколько лабораторий, зал хореографии. В школах также будут отдельные спортивные и тренажерные залы. В каждом классе будет интерактивная доска и компьютеры. В новых школах страны создадут условия и для особенных детей. Всего на одноименный нацпроект бросят 2,6 триллиона тенге из средств республиканского бюджета и нацфонда. Стоимость каждого ученика места в рамках проекта «Комфортная школа» будет варьироваться от 3 миллионов до 8 миллионов тенге в зависимости от вместимости школы. Поэтому депутаты попросили максимальной прозрачности проекта. В Валянсе, то есть консорциями выступает подрядчик с проектировщиком. Вам не кажется, что вы слишком снизили порог ответственности для того, чтобы быстрее достичь своих результатов и которые отразятся завтра в ваших объектах? Я вам отвечаю, что 100% у вас будет на следующий год очень много недостижений, результатов и соответственно очень много будет воровства. Операторы заверили, что контроль за деньгами будет жесткий. В ближайшее время СК «Констракшн» проведет открытый конкурс, на котором определятся поставщики комплексных услуг, то есть и проектирование, и строительство. Они должны будут построить школы под ключ и получат оплату по факту строительства. Как сообщается, строительство новых школ даст толчок развитию индустрии страны. Помимо этого, реализация проекта даст возможность создать порядка 60 тысяч временных и 40 тысяч постоянных рабочих мест. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Продажи новых автомобилей в Казахстане выросли почти на 70% сразу. Об этом говорит свежая статистика. И если прошедший год был критическим для автопрома, то теперь отрасль пошла на подъем. С чем связаны большие продажи и говорит ли это о росте доходов казахстанцев, расскажем в следующем сюжете. Прошлый год выдался тяжелым. Январские события, начавшаяся война в Украине, как следствие, нарушенные поставки, логистика, санкции и многие другие причины помешали успешному развитию и продажам автомобилей. Зато теперь приятная картина, и этому способствовали новые поставщики, более благоприятные условия и так далее. По данным Национального бюро статистики, российский автопром резко просел. Мировые автогиганты дружно покинули Россию из-за санкций. Зато в Казахстане картина хорошая. Количество продаваемых российских автомобилей сократилось в разы. Если раньше на первом месте по продажам стояла российская «Лада», то сейчас это узбекский «Шевроле». Так что это уже такая данность. Уже российские автомобили на казахстанском рынке, их крайне мало продают. Самый популярный востребованный автомобиль – это собираемый из узбекских комплектующих автомобиль бренда «Шевроле». Вот это первое. На втором месте корейцы делят «Киа», «Хюндай». Рост отрасли по продажам наблюдается, говорят эксперты, но вряд ли это 70%, как заявляют в бюро. Конечно, рост какой-то есть. Но этот рост я бы оценил, наверное, порядка 5-10%. Это не значит, что казахстанцы стали жить настолько хорошо, что все стали покупать новые автомобили. Какой-то небольшой, какой-то небольшой вклад, я бы сказал, даже мизерный вклад внесла в этом году, внесла льготка. Да, но это смешные цифры, то есть это мизерно, но опять что-то дала льготка. А, наверное, какой-то отложенный спрос с прошлого года. Ну и доходы граждан тоже сильно не выросли, по крайней мере, так резко и внезапно, что все ринулись покупать автомобили. Реальная покупательская способность казахстанцев, она, на мой взгляд, даже сократилась. И, соответственно, ожидать, что мы сейчас все бежим покупать автомобили, и это приведет к росту, ну, я бы так не сказал и не прогнозирую. Поэтому ждать чего-то серьезного, серьезного роста, я пока не вижу для этого экономических причин. Ну, хотя бы выражение, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, понемногу обретает смысл. Наконец-то. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Очередной жилищный скандал в Актубе. Построенные по госпрограмме новостройки трещат по швам. Жильцы сильно перепугались, спустившись в подвал. В смятении и чиновники, которые принимали эти дома всего три года назад. На место уже отправили экспертов и в кратчайшие сроки обещают определить, насколько все опасно. Лейла Уесова разбиралась в ситуации с некачественным строительством. Этот красивый с виду городок начал застраиваться вдоль Орской трассы 5-6 лет назад. Дома возвели по государственной программе «Нурлужол». Малоэтажная застройка привлекла горожан тем, что квартиры здесь продавали по льготной цене для очередников. Но теперь, когда фундамент стал оседать и дал глубокие трещины, люди боятся, что останутся под завалами. На глазах у жителей рушится дом, который построили в 2020-м по госпрограмме. Люди случайно узнали, что фундамент трехэтажки буквально трещит по швам. Они боятся обрушения и требуют немедленного переселения. Сколько он еще простоит? В таком состоянии долго не продержится. Весь фундамент разваливается. А если дом рухнет, кто будет отвечать? Требуем, чтобы нас срочно переселили. Жители жалуются, что стены в подвале в трещинах, а квартиры на верхних этажах заливают после каждого дождя. Они догадывались, что трехэтажка построена некачественно, но не ожидали, что настолько. В таком же состоянии и соседний дом. А ведь люди заехали сюда всего три года назад. Въехали сюда счастливые. Платим ипотеку по 45 тысяч тенге в месяц. Но дальше так жить нельзя. У нашего дома нет будущего. Я сам строитель по профессии и знаю, чем все это закончится. Эти глубокие трещины в фундаменте к хорошему не приведут. Жильцы не понимают, куда смотрели чиновники. Заказчик отдел строительства. А подрядчик местное ТО, сообщили в Акимате. Но сейчас у компетентных лиц нет времени разбираться, кто и почему принял объект. Срочно надо решать другой вопрос. Насколько безопасно людям находиться здесь? Мы немедленно с отделом строительства выехали на место, обследовали, визуально осмотр был. Затем на сегодняшний день наняли экспертных организаций, которые занимаются техническим обследованием дома. Да, 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 возможно переселение. Конечно, это в первую очередь. Если дом признает аварийным, да, переселение жителей обязательно будет. Меры примут, как только специалисты озвучат результаты технического обследования. Если дом признают аварийным, то жильцов переселят. А пока на опасные участки установили специальные маячки. Привлекут ли недобросовестного застройщика к ответственности, тоже не ясно. У компании уже истек гарантийный срок. А это значит, что устранять недочеты она больше не обязана. Лайла Уэсова, Жумат Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актубе. В Актубе пожар унес жизни двух малолетних детей. Они не смогли выбраться из горящего дома. Их бездыханные тела обнаружили во время тушения огня. Пожар вспыхнул рано утром в частном доме в старой части города. Семья из пяти человек в это время спала. Их разбудили соседи. На место ЧП выехали три пожарных расчета и 16 человек. Десятилетний мальчик и четырехлетняя девочка задохнулись от дыма. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть от отравления угарным газом. Их мама выскочила на улицу, когда дом уже полыхал огнем. Деда-инвалида через разбитое окно вынесли спасатели. В больницу госпитализировали бабушку, которая тоже надышалась газом. По предварительной версии причиной пожара стало замыкание электропроводки. По факту гибели детей начато досудебное расследование. По прибытию на место выжива было установлено загорание кухни и прихожие частного дома с переходом на крышу. На месте пожара были обнаружены тела двоих детей. Женщина 1954 года рождения находится в реанимации. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. Как сообщили сегодня в противопожарной службе, только по городу Ак-Тубе с начала года произошло более 50 возгораний. При этом больше половины из них бытовые. В результате этих пожаров погибли 4 человека. Лайла Уэсова, Жумар Хадабергенов, телеканал ТТК-42, Ак-Тубе. В Уральске более чем в 2,5 раза увеличилось количество подростковой преступности. В связи с этим управление полицией проводит профилактические беседы с родителями учащихся учебных заведений города. Неделя правовой грамотности проходила с 16 по 21 апреля. Проблема роста преступности и правонарушений среди несовершеннолетних – одна из важных нашего общества. С начала текущего года в городе зафиксировано 46 преступлений, совершенных подростками. Один завершенный суицид и две попытки свести счеты с жизнью. По словам начальника отделения ювенальной полиции Мадины Куспановой, формирование полезных и вредных привычек у детей в большей мере зависит от родителей. Основным фактором, который влияет на совершение преступления – это недостаточный контроль со стороны законных представителей. Поэтому в каждом колледже, в каждом учебном заведении сейчас проводятся подобные мероприятия, чтобы довести криминогенную обстановку по городу и ужесточить контроль со стороны родителей. Это может случиться с кем-то другим, но не со мной и моим ребенком. Так говорят большинство родителей. Но преступление совершается не только детьми, но и в отношении них. В рамках профилактической работы в ДТК имени Иманова родители познакомили с видами правонарушений несовершеннолетних, с которым столкнулось учебное заведение за 8 месяцев учебного года. Это мошенничество, грабежи, выглагательство, вступление в половую связь, нахождение детей в ночное время без законных представителей и другие. Нас ввели в курс дела, да, мы немножко коснулись внутренней учебы, что творится, как говорится, между детьми внутри их коллектива, внутри их группы. Да, будем тщательнее смотреть, внимательнее и обращать внимание, чтобы предотвратить какие-либо инциденты. Преступность – это социальная болезнь, и как любая болезнь, она требует очень внимательного к себе отношения. Любую болезнь можно предотвратить профилактическими мероприятиями, в результате которых родители, педагоги и правоохранительные органы объединяются, чтобы помочь нашим детям и предостеречь их от плохих поступков. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске открылся Центр активного долголетия. Он станет уникальной средой, объединяющей пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых. Здесь для них созданы все условия, чтобы с пользой проводить досуг. Пожилые люди могут общаться между собой, заниматься творчеством, получать психологическую и юридическую помощь, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Освоить компьютер, начать изучать английский язык, посещать кружки рукоделия, рисования, а также посвятить себя физкультуре, йоге, скандинавской ходьбе. Все это стало возможным с открытием Центра активного долголетия «Камкора» в Уральске. В торжественном мероприятии, посвященном открытии Центра, принял участие исполняющий обязанности Акима города Мирбулат Нуржанов, который поздравил всех присутствующих с официальным открытием и отметил, что это не последний филиал. В будущем Акима от города планируют открыть еще несколько центров. Один из них будет расположен в поселке Зачиганск. Сегодня наш центр предлагает обширный перечень услуг для наших пенсионеров. Я думаю, что это место будет центром притяжения для наших жителей, взрослых жителей нашего города. Еще раз добро пожаловать. И мы у нас в планах в дальнейшем открывать такие центры активного долголетия в других частях города. До открытия центра некоторые пенсионеры уже смогли посетить несколько интересующих их занятий и обрести друзей по духу. Сюда ходят не только женщины, но и мужчины, которые больше предпочитают интеллектуальные виды спорта и творчества, в том числе шахматы и пение в хоре. Здесь никогда не бывает скучно, и каждый сможет найти занятие по душе, рассказывает одна из посетителей центра. Огромное спасибо нашему правительству, что он организовал для нас людей зрелого возраста. Мы, потому что пенсионеров обычно относят к пожилому, такому, дряхлеющему населению. Нет, мы все здесь молодые, очень красивые, очень энергичные. И мы все здесь заняты по душе, нашли занятие по душе. Кто-то рисует, кто-то шьет, кто-то занимается английским языком. В центре работают профессионалы своего дела, которые могут найти общий язык со всеми. Мы рады обучить всех желающих чему угодно. Лишь бы было желание. Ведь старшему поколению тоже нужно уделять внимание и время, рассказывает один из преподавателей центра. Все довольны, ходят. Для них это что-то новое. От суеты, от бытия, что-то такое новое, творчество их. Они вот, например, до этого работали в других профессиях всю жизнь. И никогда для себя не открывали жилопись. Сейчас они для себя открыли новое направление жилописи и даже узнали, что они художники. Стоит отметить, что центр также оказывает психологическую и юридическую помощь пенсионерам на бесплатной основе. Все желающие записаться в центр могут обратиться по адресу улицы Токая, 39, будний низ, 9 до 18 часов. Это были все новости к этому часу. Обзор главных событий за уходящую неделю смотрите в воскресенье в программе «Итоги недели» вместе с Гульнару Маровой. Еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова